сегодня у меня особенное слово слово звучит сегодня так что есть пророчество и как к нему относиться то есть что это вообще пророчество и эта тема она последнее время стала очень актуальной может быть связи как раз коронавирусом а может быть по каким-то другим причинам может по причинам глобализации потому что сегодня в мире стали контакты слишком близкими сегодня мир стал вообще маленький жутко маленький в былые времена тогда когда не было вот интернета не было времени когда люди так передвигались скоро на самолетах и вот этого не было времени для людей казалось перейти из одного города в другой это целая эпопея я помню читал произведение евгений онегин и вот там татьяна с семьей собирается переезжать в москву из своего селения вообще-то на самом деле географически не так далеко но там они что-то собираются как знаете наполеон в поход свой так сложно собирать какие-то узелки описывает пушкин как они долго едут по этому бездорожью но сегодня чтобы добраться из москвы в нью-йорк надо всего восемь часов просто восемь часов комфортного времяпровождения мир стал маленький и когда появилась вдруг опасность заражения коронавирусом сегодня весь мир быстро оповестил друг друга и люди раз поняли надо всем закрыться все чик закрылись по всему миру раньше даже чума где-то где-то бушевала то буквально в пятистах километров в другом конце той же самой страны люди еще и не знали что уже эпидемия разрослась до немоверных размеров так вот мир стал маленький и так как он стал маленький люди стали чувствовать потребность в пророчестве причем пророчества стали звучать на международном уровне пророчества стали обращаться знаете даже к всему миру но надо обратить внимание что сегодня пророчества которые звучат к миру звучат я имею ввиду к миру к земному шару национальном уровне эти пророчества уже были уже были в библии и особенно Особенно они описаны у пророка Даниила, запомните, пророчества Иоанна в Откровении, а также Иисус пророчествовал неоднократно во многих Евангелиях и в частности в 24 главе от Матфея. Вот собственно на этих пророчествах строится все эсхатологическое понимание мира. Эсхатологическое это эсхатология, это учение о последнем времени, чтобы не умничать, я перевожу на русский язык с греческого. Так вот, то что будет в последние времена, и вы знаете, многие люди, пасторы, теологи пытались истрактовать, свести в единое целое, то люди приходят к выводу сегодня, что их трактовать достаточно сложно. Потому что сама природа пророчеств, она сложна тем, что нужно сначала дать определение тому, что есть пророчество и кто есть пророк. Итак, пророчество это некое послание, послание через посредника, через пророка, который из сверхъестественного мира приносит это послание людям, живущим в физическом мире. То есть из духовного мира черпает какую-то информацию по велению Бога или ангелов, кстати не всегда светлых ангелов, и приносит это послание на землю людям. Вот это есть пророчество. И пророк это непосредственно человек претендующий. Почему я говорю претендующий? Потому что не всегда пророк является именно пророком, даже если он сказал, что он пророк. Но претендующий на этого посредника, в конце концов на этого посла от духовного мира, от сверхъестественного мира, вот к сегодняшнему поколению людей или даже к будущим поколениям. Но вот такие претензии есть. И знаете, удивительно, что пророчества не относятся лишь только к христианскому миру. Пророчества были всегда. Они были в Ветхом Завете, были известны ветхозаветные пророки. Также это было в языческом мире. Причем надо отметить, что в языческом мире пророки и пророчества только называются скорее прорицатели. Мы их сегодня называем прорицатели. Это слово больше подходит к язычникам, потому что христианство всегда старалось отмежеваться от пророчества язычников. Но язычники тоже были очень ловки в этом действии. И во всем мире вы увидите, что всевозможные шаманы, всевозможные священники своих собственных религий, они всегда претендовали именно на роль пророков. И по этой причине пророчества приобрели такой характер, ну, тонкий. Вы знаете, когда человек пророчествует, он встает на тонкий лед, потому что он говорит слова, которые могут быть непонятны людям. И это то, с чем мы сегодня сталкиваемся, пытаясь истрактовать пророчества Иоанна Богослова. Вы знаете, что даже некоторые отцы церкви, они вообще хотели выкинуть эту книгу из Библии из-за того, что она непонятна. Другие же люди, наоборот, делали на ней сильный акцент, особенно такие конфессии, как «Адвентисты седьмого дня», потом есть еще там разные конфессии, есть вообще нехристианские конфессии, околохристианские, скажем так, свидетели Иеговы. И они всегда пытаются о пророчествах из книги «Откровения» вытащить какие-то элементы, которые, как им кажется, они правильно трактуют. Но ведь поймите, что за каждым словом, за каждым конем, который описан там в книге «Откровения», за каждым явлением стоит трактовка. И ты можешь подумать, что эта трактовка относится, ну, либо там к президенту, в свое время, я помню, очень было много пророчеств, трактовали, что это зверь сраный, это Михаил Горбачев, и у него там печать на голове. И люди говорили, вот это он, потом кто-то говорил, это Папа Римский, причем конкретных называли Папа Римских. И пытались притянуть вот к понятию антихриста кто это, число зверя что это, люди пытались трактовать, что это штрих-код, 666 к чему относится, вплоть до того, что к паспортам. И даже староверы, когда впервые стали получать паспорта, они отказывались от них, считая, что это печать зверя, уходили в леса, страдали, были преследуемы полицией. Поэтому много-большое количество споров, и я, очевидно, за эти 30 минут не смогу это все описать. Но, что мы должны зафиксировать с вами, что пророчество это все-таки попытка из сверхъестественного мира принести послание в естественный мир. Во что я верю? Я верю всем сердцем, что пророчество существует, пророки есть, это действительно есть. Но, чтобы понять эту ситуацию, как раз-то нужно посмотреть, именно пройтись по Библии, по многим местам Писания, и понять природу пророчеств. С другой стороны, я почему обратился к этой теме? Потому что сегодня она стала востребована, сегодня она стала актуальна. И надо признать, что где-то 10 лет, может там 20 лет назад, вот декада эта последняя, она какая-то была безинтересная к пророчествам. И я думаю, что у этого были свои причины. Ну, во-первых, пророчество всегда было лакомством для чудаков. И так как люди наелись за последнее время вот этого чудачества, когда какие-то странные люди в церкви, они всегда пытались представить себя пророками. И именно вот тот фактор, что они вечно немытые, а еще необразованные, плохо напахнущие, они как бы надевали на себя эту одежду, я пророк. И чем больше они говорили глупостей, тем больше члены церкви старались как-то отмежеваться от них и говорили, да нет, нет, мы церковь Христа, мы вменяемая. Я помню в своей жизни даже переживания, как-то мы с группой старшего поколения верующих людей поехали на рыбалку. И они взяли одного человека, еврея, фронтовика, кардиолога, вот много таких вот вещей у него, образованного человека с собой, с целью, чтобы он покаялся. И вот я наблюдал за этой картиной, это происходило в Калифорнии, в Соединенных Штатах, я наблюдал за этой картиной, как вот мои братья, они постоянно ему что-то пророчествовали. Они говорили ему, что он весь живет в грехах и в бесах, и чем больше они эти вещи говорили ему на рыбалке, тем больше я замечал, что у этого образованного фронтовика, знаете, с другим религиозным опытом, у еврея, тем более плюс ко всему еще выросшего в советской эпохе, там, знаете, целая определенная атмосфера его жизни, явно на него не влияли слова этих людей, даже скорее отталкивали. И потом мы с ним уединились, и когда гуляли вдоль озера, он со мной как-то разговаривал, изливал мне сердце, и как раз он сказал, он говорит, вот эти чудаки, они меня просто замучили, замучили мне что-то пророчествовать, а говорят какие-то глупости. И я помню, что мне нужно было время, чтобы просто говорить с ним на нормальном человеческом языке, чтобы эти пророчества приземлить, приземлить вот к нашей жизни и объяснить, что суть не в пророчествах, а в том, что наша жизнь имеет ограничения, рождение, смерть, что будет после смерти. И знаете, в конце нашего разговора вот тот замечательный человек Леонид, он сказал мне, говорит, мне было приятно, что ты объяснил все нормальным языком, иначе я думал бы, что все вот эти товарищи такого же пошиба. И потом даже задал мне вопрос, а что вы вот, Павел, делаете среди этих чудаков? Я говорю, ну, бывает, я не среди чудаков, они тоже замечательные люди, я старался ни в коем случае не очернить моих братьев, а наоборот, каким-то образом их защитить. И я говорю, понимаете, христианство разное, но закончилось все тем, что после этой прогулки мы вернулись, и мы все вместе помолились. И потом мои братья говорят, слушай, мы тут ему пророчествовали, это отторгало, а наоборот, ты как-то погулял с ним, вернулся без пророчеств, он покаялся. Почему? И вот такая штука, вот такой подход, он оттолкнул людей в церкви вообще от желания пророчествовать. И второй момент, почему люди перестали пророчествовать, я думаю, потому что пророчество стало восприниматься, как правило, в церкви только в глобальном смысле. Вот пророчество должно быть чем-то таким эпохальным. Знаете, вот люди стали представлять, что именно в церкви, что пророчество это что-то такое, похожее на голливудские картинки, где выходит какой-то старец, трясется руками, и там гремит бубенцами, начинает говорить, так говорит Господь, вот придет коронавирус, но Нью-Йорк захватит волна эпидемии, и потом будет ядерная бомба, и вот именно надо намазаться таким образом. И вот эти неправильные образы, неправильно, стали людей отталкивать от вообще желания пророчества. Но надо отметить, что действительно эти картинки о страшных пророчествах, они действительно есть, их немало рисовал и кинематограф, и реально язычники, они пророчествовали именно таким образом. Но что удивительно, я хочу здесь заострить внимание, что почему даже в языческом мире и до Христа пророчества были интересны, почему привлекали людей. Дело в том, что пророчества действительно сбываются, и сбывались очень часто. К дельфийскому оракулу неоднократно обращались и римляне, и греки ранние, и персы. То есть пророки обладали каким-то авторитетом, потому что они могли заглядывать в будущее. И вы знаете, есть одно такое реальное пахальное событие пророческое, языческое пророчество, которое сбылось. И это было реально в истории человечества. Это было у индейцев, ацтеков и также у майя. То есть вот эти культуры народа, они всегда жили пророчеством, всегда жили в страхе и хотели предугадать, будет ли урожай, будет ли конец света, закат мира. И на 52-й год, как правило, все пророки индейцев, майя и ацтеков до прихода европейцев считали, что придет конец мира. И на 52-й год, когда реально приносились жертвы богам вот того мира в городе Тиноччетлан, современной Мехико, это Тискотлипоки, Уцлопочетли, этим богам, знаете, таким кровяным, приносили большое количество человеческих жертв с целью, чтобы боги были благосклонны и не уничтожили существующий мир. И вот прямо в этот 52-й год, когда они умоляли богов не покончить с этим миром, появились буквально у этого города европейцы. Причем европейцы, по их мифологии, по индейской мифологии, была такая легенда, что некий бог Кецалькоатль, которого изгнали жители Тиноччетлана, то есть Мехико, изгнали, вернется в один из 52-х годов, то есть определенного цикла, и он будет с белой кожей, у него будет борода на лице, надо не забывать, что у индейцев не было бород, и что он вернется и уничтожит существующий мир. И вдруг в этот 52-й год является Эрнан Кортес, испанец, с белой кожей, с такими же людьми, как он, белокожими, все бородатые, и для них это было реально, как могли пророки знать о том, что это случится. И вы знаете, что удивительно? Пророчество сбылось точка в точку. Их мир, понятный им мир, перестал существовать. Тиноччетлан был полностью разрушен, все алтари были разрушены, пророки были уничтожены, даже письменность была уничтожена, и та культура просто ушла в небытие. Это было как бы совпадение, и люди говорили, ну как же? Ведь пророки даже языческие, значит, говорят правду. Теперь внимание, вопрос. Поймите, что когда люди заглядывают в духовный мир, они из духовного мира что-то приносят в физический мир. И поймите, что в духовном мире существуют не только ангелы света, там есть и демонические силы, и надо это признавать. И сатана – это лучший психолог во всех времен и народов. И, конечно же, он может духовно, и каким-то образом бесы, то есть духовные существа, ангелы тьмы, они видят, как устроен мир. Они, безусловно, видят на расстоянии те вещи, которые человек видеть не может, потому что они духовные, а не дух. И с этой точки зрения пророчества языческие – это были некие импульсы из того мира, информационные о том, что возможно случиться. Не все пророчества сбывались, но многие сбывались, потому что психологически можно предположить, что будет. Ну представьте, вы – дельфийский оракул, сидите и пытаетесь в этом одурманенном тумане после накуренной атмосферы марихуаны и наевшихся грибов, пытаетесь войти в духовный мир и пообщаться с духовными существами. Там появляются бесы, и они видят готовящаяся армия, которая собирается с планами напасть на Грецию. Эта информация приходит к дельфийскому оракулу. Он четко понять не может, но он говорит, вижу людей, которые идут, и скоро будет разруха, скоро нападут страшные люди, языка которого вы не знаете, на это место, и разрушат здесь все. Люди не знают, древние греки, что так произойдет. Но бесы, имея бесплотную натуру, природу, отсутствие плоти, знают, что происходит сейчас за Эгейским морем. И, безусловно, эту информацию приносят. И потом что-то происходит, происходит в таком вот масштабе, примерных словах, описаниях, и, безусловно, люди потом видят, что дельфийский оракул не соврал. Вопрос уж, чем там война закончится, греками или перцами, это вопрос второй. Но то, что первая часть пророчеств сбылась, как и, кстати, у индейцев майя, то же самое. Мир перестал существовать, но перестал существовать в их понимании. Их привычный мир перестал существовать, но мир не закончил свое существование вообще как таковой. По этой причине мы видим, что действительно, действительно, даже мирские люди, там, бабушка Ванга, Нострадамус, эти люди могли входить в духовный мир, не имея ничего общего со Христом. Но теперь я скажу, что все эти люди, не имея контакта со Христом и не имея христианского наследия, не являются пророками Божьими, хотя могут и предсказывать какие-то вещи, соответствующие действительности. Вот это я хотел бы подчеркнуть и заострить внимание. Но всегда нужно понять, что пророчество людей без крови Иисуса Христа, вторгающихся в духовный мир, это всегда связь с демоническими силами. И она никогда не бывает позитивной. Поэтому, когда я сегодня, например, вижу, как люди пытаются в наше время, в 21 веке, гадать по картам Таро, я вообще был удивлен, что на сайте Аюдами, это такой, знаете, сайт, где люди продают свои навыки, читают лекции, и там можно купить какие-то лекции. И вот как-то я зашел, хотел позаниматься самообразованием, я удивился, что самые топовые лекции и самые топовые обучения от профессионалов, продающиеся по самым высоким ценам, это были в основном, как научиться гадать на картах Таро, как посмотреть в духовный мир, это как правильно пророчествовать, как узнать по звездам свое будущее. И ты понимаешь, мир сегодня заинтересован в пророчествах, люди готовы платить огромные деньги, чтобы хоть на минутку заглянуть в будущее, что там. И, к сожалению, не имея покаяния и откровения о Христе, они обращаются к всевозможным вещателям, чревовещателям, всевозможным астрологам и всяким другим людям, которые не просто не знают Христа, а зачастую даже наполнены бесами, раз они пытаются войти в духовный мир и в контакт, сами ищут контакта с духовным миром, который по определению уже является демоническим. И это страшно. По этой причине эти люди приносят не просто откровения, а приносят контакт демонический на эту землю. Поэтому не стоит удивляться, что земля наполняется развращениями, наполняется злом и наполняется отступничеством от Бога. Дорогие друзья, если вы хотите стать партнерами нашего служения, Павла и Веры Рындича, вы можете пожертвовать то, что Бог положил вам на сердце. Для нас будет большой честью распространять Евангелие вместе с вами. Если вы хотите пожертвовать, можете пройти по ссылке в описании этого видео. Спасибо вам большое. Итак, друзья мои, возвращаемся к этой мысли, где Иисус говорит в Матфея, 7 глава, Писание сейчас откроем, 7 глава, 22-23 стихи. Очень интересно. Иисус говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Смотрите, интересно, здесь говорится о пророчестве. Иисус вдруг говорит, что придут люди, которые будут говорить о том, что они пророки, они пророчествуют, и говорить даже от Твоего имени. Вы знаете, я однажды даже удивился, читая какую-то информацию, где-то я ее получил, прям не помню где, это было что-то из Кабала, из какого-то странного такого учения, очень, очень подозрительного, насколько это учение связано с христианством. И я вижу, что там какая-то читается молитва, и эта молитва совершенно не имеет ничего общего с христианством, и в этой молитве использованы такие имена, как Иисус Христос, Святой Дух, потом параллельно, конечно, там и Аллах, и Будда, и еще какие-то имена языческие, но также употребляются имена Иисуса. И вдруг я понимаю, что люди легко, язычники, используют имя Иисуса, даже демонически наполненные люди, они говорят, да, мы там что-то какие-то манипуляции в духовном мире используем, делаем, и даже используем Твое имя. Но Иисус выносит им приговор. Он говорит, вы скажете мне в тот день, в тот день суда, Господи, да не Твоим ли именем мы пророчествовали? И обращаем внимание, именно на пророчествовали. То есть он говорит, мы пророчествовали всю жизнь, и наши пророчества попадали в точку, и наш авторитет рос, потому что люди видели, что правда пророчества как-то соответствовало действительности. И он говорит, тогда объявлю им, смотрите, что он объявит, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Потому что язык Христа, в первую очередь, это покаяние. Запомните, что человек без покаяния, без признания Креста, как точки спасения, он никогда не может войти правильно в духовный мир. Он не может быть пророком от Бога, если он не имеет того самого мандата от Бога. Это жутко, конечно же. Вы знаете, предсказания, безусловно, могут быть фальшивыми и правдивыми. К первой категории относятся послания, которые делаются чаще всего с целью преднамеренного обмана и наживы. То есть люди преднамеренно называют себя пророками, чтобы получить как раз тот самый авторитет. Да, входят в духовный мир. Они что-то пытаются говорить мало вразумительное, для того, чтобы люди нашли в этих пророчествах себе удобные высказывания. Вот какие-то, знаете, с точки зрения попадания, по Блезу Паскалю, как говорится, это по теории вероятности. Ты набираешь кучу слов, закидываешь в информационное пространство, и что-то там попадет. И люди думают, о, ты глянь-ка, точно. Ну вот, например, ты говоришь, вот если черная кошка перешла дорогу, то будет тебе сегодня несчастье. И человек, верующий в тебя, именно в тебя, как в пророка, он обязательно в цепочке событий всего дня хоть найдет что-то негативное и свяжет это негативное с тем, что ты сказал, а, ты черную кошку увидел на дороге, так вот поэтому ты обратил внимание на свои трусы, на которых оказалась дырка. Вот надо же, это вот не то ли самое пророчество. Но ты не заметишь те 10 позитивных вещей в течение дня. И наоборот можно сказать, слушай, сегодня солнечная погода, явно сегодня будет тебе благословение. И человек в этот день вдруг нашел рубль, который не сыграет никакой роли в его жизни, но он говорит, точно же сказал мне. Поэтому душа человека, она обманчива, сама по себе. Она готова по наивности своей верить авторитетам. И человек вот именно с точки зрения авторитета говорит, я пророк, и поэтому сегодня я тебе говорю то и то, и он делает это точно с целью наживы и умышленного обмана. Ко второй категории относятся реальные, реальные сообщения, содержащие в себе события, предстоящие события, которые сбываются, о чем мы только что говорили. Ветхий Завет. Возьмем Ветхий Завет. Ветхий Завет вообще имеет целую большую серию книг, которые называются пророческими. И там есть четыре великих пророка. Это Исайя, Иезекииль, Еремия и Даниил. Вот эти считаются четыре великих пророка. Кстати, на них постоянно ссылается Иисус в своих проповедях. Чаще всего именно на них. И также есть малые пророки. Их 12. И мы не будем их всех перечислять. Там Агей, Михей и так далее, Наум. Пророки, которые считались как бы с меньшим авторитетом. Но мы видим, что Ветхозаветные пророчества, если честно к ним подойти, они действительно являются пророчествами, которыми легко слово манипулировать, наверное, трудно сказать, потому что это все-таки слово Божие и признанное слово Божие. Но все-таки люди поврежденного ума способны ими манипулировать. Потому что это тоже набор очень сложно интерпретируемых стихов. И, кстати, вот здесь я хочу заострить важное внимание, потому что от Ветхого Завета мы переходим к Новому Завету, когда пришел Иисус. И вот само пришествие Иисуса Христа было по пророчествам. И если человек не имел Святого Духа или в Ветхом Завете, или в Новом Завете уже, то ему трудно истрактовать эти пророчества. Потому что в Ветхом Завете Дух Святой был только на трех категориях людей. Он был на царях, пророках и на священниках. Вот эти три категории носили в себе способность общения со Святым Духом. Бог как-то вот их избрал таким образом. В Новом Завете есть обетование, что Дух Святой приходит ко всем верующим. Поэтому каждый потенциально может прийти к Святому Духу и получить от него слово. Поэтому даже Ветхозаветные пророчества становятся для нас словом понятным, не все полностью, но понятным пророческим словом на твою победу, на твое обетование в трудных ситуациях. Но само пришествие Христа было трудно трактуемо пророчествами Ветхого Завета. Почему? До сегодняшнего дня в иудаизме пророки и учителя, раби, как их называют, они отрицают Христа как царя Машеха, то есть мессию, который должен прийти. Почему? Они говорят, потому что это не соответствует пророчествам. Все очень просто. Они ссылаются на пророчества Ветхого Завета и говорят, Машех, первое, должен изгнать оккупантов. Машех должен восстановить храм. Машех должен обязательно объединить Израиль, причем национально сделать его объединенным. Следующее, Машех должен победить всех врагов с мечом в руках, то есть всех осудить и все преклонятся перед ним, все колено. И раби говорят, вот так написано в пророках, и если быть честным, ты увидишь огромное количество пассажей Ветхого Завета, которые соответствуют этому. Но вдруг странным образом врывается в то же Ветхозаветное пророчество у Исаии очень странные слова о том же самом Машехе, о том, что он возьмет грехи на себя мира, что он как овца будет веден на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не открывает ус своих, а мы думали и так далее. И вот эти все слова вдруг как-то не вписываются. Тогда возникает вопрос, так почему же мы берем одну часть пророчеств, другую отрицаем? Так вот, друзья мои, в том-то и проблема, что эпоха церкви, церковь, когда она появилась со времен апостолов в 33-м году во время распятия Христа о пришествии Святого Духа, и до времени Второго Пришествия пройдет какой-то период, это называется эпоха церкви, называется. Так вот, пророки, так как они заходили в духовный мир, и духовный мир открывался им, неясно, и мы чуть позднее это увидим, сам пророк, он не претендует на то, чтобы знать все точно, он смотрит духовный мир и пытается его пронести, как ему кажется правильно, он это, то есть, другими словами, духовный мир открывается через призму плоти пророка, и по этой причине пророки, они видели, как две вершины, пришествие первого Христа и второго, но эти две вершины, если ты смотришь на них вот так, не в динамике горизонта, а в динамике вот прямой динамики, то ты видишь две вершины горы, если вы стояли в горах, то вы увидите, что можно стоять на одной горе, и вершина второй горы очень сильно сливается с первой, и поэтому у них эти два события очень сильно сливались, они не понимали, что Машех еще придет второй раз, то есть, Иисус второй раз придет как судья, и вот там уже будет все то, что описано в пророках прежде, и соберется Израиль, и Машех будет судей, перед которым склонятся все поколения, он будет сильным, и он уже не придет для того, чтобы умереть на Христе, но в первом случае он именно пришел как страдающий Мессия, и по этой причине пророки путались другими словами, и мы путались, и путались иудеи, и по этой причине Иисус как Спаситель, он пришел и написано открывал им глаза на Писание, он открывал, и когда Святой Дух приходил к людям с покаянием, тогда вот эти вещи становились ясными, что Иисус тот, о ком говорили пророки, просто пророчество нужно было видеть под другим углом, итак, друзья мои, возвращаемся, итак, обетования Нового Завета, они очень важны, Иисус умирает на кресте, Иисус воскрешает, воскрешается из мертвых, возносится, и дает обетование, что Святой Дух придет на людей, и смотрите, Деяние апостола, 2 глава, 17 стих, интересные слова, это в первый день рождения церкви, он говорит, и будет в последние дни, это говорит Новый Завет, говорит Бог, Бог говорит, и залью от Духа моего на всякую плоть, вот удивительно, что какая-то фраза на всякую плоть, это значит, каждый человек, каждый христианин, принимающий Иисуса Христа в свое сердце, как Господа и Спасителя, имеет этот начаток пророчества, вы должны понять, что пророчество начаток есть у каждого человека, то есть сегодня каждый христианин, он способен открыть Евангелие и получить от Духа Святого слово пророчество, это не просто учение, вот знаете, какое-то просто обучение религиозным доктринам, а пророчество на сегодняшний день, на победу, и мы дальше об этом поговорим, будьте внимательны сейчас, не потеряйте эту мысль, от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, смотрите, написано, будут пророчества сыны ваши и дочери ваши, какая-то, знаете, мысль, это, кстати, из малых пророков, цитата, но она как обетование для Нового Завета, что изливается, время приходит, когда изливается Святой Дух на каждого человека, каждый способен иметь отношение со Святым Духом, а вот как раз-то может быть процентуально так выразить, у кого это больше дар проявляется, у кого меньше, вот это уже другая вещь. Итак, смотрите, интересно следующее, есть история, описанная в Деяниях Апостола в 19 главе, где апостол Павел приходит в Эфес, и он находит там всего 12 учеников, и у него начинается с ними беседа, мы не будем все читать, мало времени, но он говорит, что, ребята, приняли вы Духа Святого уверовавши, для него было важно, чтобы люди не просто учение получили какое-то, но получили ли Святого Духа, есть ли у них контакт со Святым Духом, а другими словами переводим дальше, есть ли у них этот навык пророчествовать и получать пророчество, они ему сказали, мы даже не слыхали, кто такой Дух Святой, ну и так далее, но возвращаемся к важному моменту, 19 глава, 6 стих, и когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, вот только на них сошел Святой Дух, они покаялись, было покаяние, они признали себя грешниками перед Христом, как только пришел Святой Дух с этого момента, они стали говорить иными языками и пророчествовать, все 12 почему-то стали пророчествовать, можно ли их назвать все 12 человек пророками, вот можно ли назвать, что теперь вся церковь, у которой есть сегодня вот эта возможность, открытая дверь к общению со Святым Духом, всех назвать пророками, не уверен, потому что все-таки пророк это больше статус, такой титул, который заслужен тем, что этот человек пророчествует больше других, скорее всего, его пророчества скорее сбываются, и вот этот статус, наверное, есть, именно у человека под названием пророк, а пророчествовать способны каждый, но нужно понять, друзья, что вкладывается в слово пророчества, характеристики пророчества, и об этом мы с вами поговорим, но сейчас я хотел, кстати, обратить внимание, вот здесь многие теологи и многие отцы церкви говорили, что в этом месте Писания, когда они стали пророчествовать, подразумевается значение, еще одно значение слова пророчества, это говорить Евангелие со страстью, услышьте, пророчествовать в этом смысле, говорить Евангелие со страстью, с убежденностью, это значит, что, это не совсем значит, что они вот стали теперь с трясущимися руками говорить, поднимать глаза к небесам и говорить, сейчас, сейчас будет пророчество, Нет, они просто со страстью стали говорить людям то, во что они уверовали. Вот это тоже форма пророчества. Итак, друзья мои, давайте посмотрим. Вот теперь еще я хотел обратиться, сказав о пророке, просто, кто такой пророк, у него есть какая-то статусность. И вот удивительное местописание, еще одно, на которое я хотел бы обратить внимание, это 1 Коринфян в 13 главе, где Павел говорит о любви, но тут он говорит потрясающее качество пророка. То есть он говорит, пророк должен обязательно обладать одним важным качеством. Я специально так вот завожу сейчас вашу атмосферу, чтобы вы говорили уже, ну давай, давай, говори. Это уже написано в Библии. Так вот, смотрите, апостол Павел говорит о пророчестве. 1 Коринфянам 13 глава, глава о любви, и он говорит, если, второй стих, если имею дар пророчества, он говорит, у меня есть дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, вот так, что могу и горы переставлять, а о любви не имею, он говорит, я ничто. Друзья мои, это такой важный пассаж в Библии, который многое вам объяснит. Если пророк, который пророчествует вам, вас ненавидит, когда пророк наполнен ненавистью и злобой, даже если он в церкви, когда пророк приходит и говорит, так говорит Господь, все вы сдохнете, так говорит Господь, вас всех затопит, так говорит Господь, я жду, не дождусь, когда трупы ваши будут валяться на улице, то этот пророк, скорее всего, не пророк вообще. Но знаете, некоторые, они как-то вот берут на себя эту власть и пророчествуют в таком вот ветхозаветной форме. И я часто это слышал, я бывал, это видел, когда пророки, кстати, недавно такое пророчество примерно прозвучало, в такой тональности, что все у вас будет плохо, так говорит Господь, но человек опять обращается к ветхому завету и забывает, что ветхий завет, это были лишь образы, во многом были образы, и они больше были о язычниках, эти образы были для того, чтобы Израиль выжил. Но сегодня пророчествовать такие вещи, тем более братьям и сестрам, являются недопустимыми, потому что пророк должен обладать сначала любовью к объекту своего пророчества. И вот в этом мы видим как раз христианское отношение к пророчеству. И Павел говорит, если ты пророчествуешь, и очень сильно пророчествуешь даже, если ты знаешь все познание, всю веру, но у тебя нет любви, он прям говорит, ты ничто. Потому что пророчество новозаветное, оно очень сильно отличается от ветхозаветного пророчества. И мы опять дальше поговорим об этом. Характеристики пророчества. Характеристики. Итак, апостол Павел, тот же самый великий апостол, он говорит о характеристиках следующих. В той же самой главе 1 Коринфянам, 13 главе, и уже он ее заключает, вернее, не заключает, но ближе к концу, после всего пассажа о любви, о котором у нас некогда читать сейчас, но любовь это самое главное, он говорит, 9 стих, 13, 9. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчества. Вот смотрите, он застрелил это внимание, отчасти. И дальше он в следующем 10 стихе говорит, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. То есть Павел опять четко заявляет, что пророк, он лишь заглядывает в духовный мир и получает лишь то, что ему дает отчасти духовный мир, в частности ангелы, да, или сам Господь говорит, Дух Святой говорит. Это все духовный мир, но мы должны признать, что он трудно уловимый. И вот пророк понимает только отчасти. Он преломляет духовный мир через свою плоть, через свою земную жизнь. И поэтому апостол Павел говорит, это все равно будет отчасти. Это не будет совершенством четкой, ясной картины, только лишь частично. Потому что духовный мир не может ворваться физически, это не то время. Когда отчасти прекратится, когда мы все пройдем эту черту существования земного мира, вот тогда все будет совершенное. И тогда нам не нужны будут пророчества, нам не нужна будет вера. И там Павел дальше говорит, все, что останется, это только любовь. Вот любовь это самое главное. И он пытается в пророчество каким-то образом ворваться, знаете, сделать какую-то духовную интервенцию в пророчество. И сказать, вот посмотрите, пророчество это всегда в первую очередь любовь, потому что мы знаем все отчасти. И первая характеристика пророчества, вы должны понять, оно всегда будет отчасти. Это не всегда полная картина, всегда частичная картина. Всегда нужно эту картину дорисовывать, другими словами. И удивительно, что, кстати, об этом же в первом Фессалоникийцам, 5 глава, 20-21 стих, Павел говорит, пророчество не уничижайте. Он говорит, не надо вам его уничижать. То есть не надо его как-то, знаете, ко всем каждому относиться, что, а, он не имеет права пророчествовать, там он сумасшедший. Нет, он имеет право. Любой человек может говорить и даже заявлять, что это пророчество. Потому что мы только что говорили, что у каждого есть начаток пророчества. У каждого человека, христианина у каждого. Который имеет отношение со Святым Духом. Но, он говорит дальше, следующий стих, 21-й, он логично вытекает из мысли о пророчестве. Он говорит, все испытывайте. Другими словами, он говорит, ну, прозвучало пророчество? Ну, испытайте его. На что его испытать? А вот как раз на любовь. Испытайте это пророчество. Звучит как пророчество любви. Этот человек любит тебя. Он проникнут к тебе состраданием, этот человек. И дальше, после запятой. Все испытывайте и хорошего держитесь. Он говорит, увидьте в этом пророчестве что-то хорошее для себя. Но как пророчествовать хорошее? Если я хочу пророчествовать плохое. Но, тогда есть следующие характеристики, о которых Павел говорит совершенно ясно. В следующей главе, после главы о любви в Первом Коринфянам. Первый Коринфянам, 14-й глава, 2-й, 3-й стихи. Павел четко говорит. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание, утешение. Три вещи, говорит Павел. Которые характеризуют пророчества. Это назидание, это увещание, это утешение. Эти характеристики, первые, которые я сказал, отчасти. Следующая характеристика, всегда наполнена любовью. Следующая характеристика, третья, это всегда в назидание. Четвертое, это всегда увещевание. И пятое, это всегда утешение. О первых двух мы поговорили, а здесь в одном стихе сразу три. Три, из них первая. а по характеристике третье, звучит назидание. Что значит назидание? Это старое русское слово архаичное обозначает наставление или поучение. Кстати, оно очень сильно похоже на вторую форму, которую я сказал, форму горячей проповеди. То есть это пророчество, которое выражается в горячей проповеди. То есть в каком-то смысле я сейчас пророчествую вам. Я тоже говорю проповедь, увещеваю вас от Духа Святого. И когда я знаю, что это от Святого Духа, который позволяет мне говорить какие-то спонтанные вещи, но они назидают вас, это пророчество. Второе пророчество увещевания. Это значит говорить или поступать, уговаривая человека поступать благоразумно. То есть увещевание, да, даже к грешнику, но оно направлено на то, чтобы ему сказать, поступай благоразумно, иначе будет плохо. Но оно всегда в стиле неветхозаветном. Вы все умрете, и будет плохо. А в стиле новозаветном. Я тебя люблю. Моя цель – спасти твою душу. Поэтому не поступай так. Вы знаете, у меня был такой момент, пророчество, я знал, что это пророчество даже к язычнику. Однажды в моей жизни была ситуация, когда мы снимали квартиру и были очень бедными. Моя жена и я. И у нас были маленькие дети, они спали уже, была ночь. И приехал хозяин квартиры, это было 90-е годы, в Москве. И он как-то грубо, сначала, кстати, он попросил, видимо, кого-то бандитов позвонить нам. Ну, 90-е годы, это была преступность. И мне днем позвонили прямо в квартиру и сказали бандитским голосом кто-то незнакомый, что съезжай с квартиры или тебе хуже будет с матюками. И я понимал, что это какие-то бандиты. И я говорю, я вообще не буду с вами разговаривать. Они говорят, ну, типа, все равно тебе будет хуже. И потом ночью приехал этот хозяин и сказал, ну, слышал, что тебе звонили, поэтому сваливай с квартиры сегодня. Он не заплатил денег нам, то есть мы не дожили. Это был такой ход. Это был язычник, не забывайте, человек неверующий совершенно. И мне было стыдно, как отцу семейства, который не мог даже защитить свою семью. И я поднимал моих детей еще тогда. Сейчас они уже взрослые, тогда были мелкие совершенно. Они плакали, была ночь. И вот мы выходили на улицу с женой, не зная куда. Я пытался звонить по друзьям, чтобы где-то переночевать, чтобы не на вокзале. И вы знаете, это было редко такое, когда я стал пророчествовать язычнику. И вот я стоял, и, во-первых, я увидел в его глазах такую беспомощность. И когда он мне говорил там, да, мне все равно, плевать, такие всякие слова, там, убирайтесь. И я почувствовал, как во мне поднялся пророческий дух. И я прямо ему сказал, я понимаю Сергей. Кстати, у него было интересно. Сергей, если ты смотришь меня, то Сергей Горбачев, его фамилия в Москве, интересная фамилия. Если смотришь, то вспомни это пророчество, как все это было. И я сказал, говорю, я пророчествую тебе, Сергей, хотя это слово тебе непонятно, пророчество. Я сказал, я понимаю, что ты человек неверующий. Но он тут же стал креститься, говорит, я православный. Я говорю, даже если ты православный, я тебе пророчествую сегодня. Да, он мне успел сказать, что я сектант. Я говорю, хорошо, ты православный, но я пророчествую. Так как ты поступаешь сегодня, с тобой поступят также те люди, которые мне звонили. Я не знаю, почему я так сказал, но вот я так сказал ему. И говорю, не пройдет долго времени, как ты увидишь, что так с тобой они поступят. И потом я увидел, что у меня не было в сердце ненависти, злобы. Была боль, конечно, но я ему сказал, и увидишь, что он Господь, а не я. И он заступает своих детей. И это будет для того, чтобы ты покаялся. И мы вышли на улицу, Бог как-то, ну он смеялся, стоял в дверях, и Бог каким-то образом помог нам. Нас действительно забрали люди. Но так как у него остался еще остаток денег, залог за месяц, ну вот так он остался с этими деньгами. Прошло время, и Вера позвонила ему, моя жена, и сказала ему, ты не хочешь вернуть нам деньги, вот эти, которые ты все-таки нам не отдал. И он вдруг с таким ужасом говорит, Верочка, я тебе передам деньги, давай встретимся на улице, мне надо с тобой поговорить. И Вера поехала с ним встречаться, и она говорит, ты представляешь, он приезжал всегда на белом Мерседесе, там к нам, когда квартиру мы у него снимали. И вдруг он приезжает на старом каком-то Запорожце, там не Запорожце, простите, оговорился, я не видел эту машину, поэтому забыл, москвич у него был. Он приехал на москвиче и подошел к Вере, отдал сразу деньги, долг, и с таким ужасом говорит, что мне делать-то, все пророчество сбылось полностью. Он говорит, это что, правда вот так, они забрали у меня эти люди машину, они забрали у меня все. Те как раз самые, которые тебе звонили, по его же науськиванию. И Вера говорит, я сама прониклась таким состраданием к нему и подумала, слушайте, пророчество работает, даже к язычникам. И вы знаете, ну Вера посоветовала ему пойти в церковь, там отдельная история, я уже не знаю, как дальше сложилась его жизнь. Но надо понять, что пророчества, они всегда наполнены любовью, даже вразумляя язычников. И последняя характеристика, это утешение. Пророчество приходит в утешении. Еще одна ситуация. Когда у одного человека умерла дочь, и мой знакомый служитель, он говорит, я пришел на похороны, и вдруг, говорит, на меня сошло такое чувство от Святого Духа, что я стал человеку говорить эти слова в какой-то даже радости и эйфории. Стал говорить следующее. Не переживай. Я понимаю, что тебе больно. Вы с ней расстаетесь. Но я прямо сейчас вижу, как она сидит на небесах. Я вижу, как она в царстве с Иисусом. Я вижу это в Духе. И говорит, я увидел, как для родителей это была такая поддержка. Потому что это было слово пророчество. Пророчество о том, что у нее сейчас все хорошо. Это было, знаете, взор в духовный мир. И это слово из духовного мира приходит в физический. И человек через годы потом сказал, если бы ты мне не сказал тогда эти слова, я бы, возможно, покончил с собой. Потому что это для меня было большое горе. Но человек пророчествующий в любви и приносящий из духовного мира что-то физический, он приносит утешение. И об этом говорит апостол Павел. Назидание, увещевание даже язычников. Но всегда в любви. Утешение. И мы всегда это видим отчасти. И всегда должны быть именно через любовь. Итак, друзья мои. Хочу закончить свою сегодняшнюю проповедь актуальными вещами. Один брат, небезызвестный, пророчествовал в форме ветхозаветного пророчества ко всей России недавно, ко всем епископам. Может быть, вы все были свидетелями этого пророчества. Я не верю в это пророчество. Я его не уничижаю. Я искренне люблю этого человека. Искренне совершенно люблю. Но я не верю в это пророчество, потому что оно ветхозаветное и не соответствует совершенно духу Евангелия. Но в это же самое время, удивительно, в это же буквально самое время, произошла следующая ситуация, я бы сказал, как внезапно одна женщина, пророк, уважаемый в мире, она произнесла другое пророчество на большой конференции онлайн, сейчас же коронавирус. И она произнесла его онлайн на конференции в Колумбии. Ее зовут Синдия Джекобс. Вот эту женщину я назову по имени, потому что это как раз-то в назидании. И она сказала, интересно, пророчество о тех же самых вещах, о чем сказал только что тот брат, который предрекал разрушение полностью России и чуть ли там не проклятие всем христианам и служителям. Но вот тут пророчество прозвучало по-другому. Я читаю его. Это время возрождения Библии в России. О России, как я тебя люблю. Я могу представить, как многие сегодня раздражаться, кто это не любит. Я не знаю, это не мое пророчество. Я за него не отвечаю. Я только лишь произношу, что говорит человек. Отчасти, возможно, говорит, как я тебя люблю. Я вижу целые города, которые возвращаются ко мне. Целые города на коленях. Вижу храмы полные людей, молящихся Богу после этого вируса. Я посещу с такой невиданной доселе силой всех русских. И не только в Российской Федерации, но и по всему миру русскоговорящих. И в том числе в США. И будет такое движение Бога, какого еще никогда не видели. Я не знаю, как это пророчество трактовать. Может быть, на коленях, как раз в покаянии, в каком-то другом смысле. Но я лишь приношу это пророчество. Но точно, какой бы, как бы его ни трактовали, форма этого пророчества, она всегда поддерживающая, утешающая, дающая будущее. Поэтому вам всем судить, какое из пророчеств является более четким. А может, они даже как-то сливаются вместе в правильном духе. Я не знаю. Я не пытаюсь трактовать, потому что я так же вижу только отчасти. Но также хотел бы сказать, что пророчество всегда должно быть с любовью. Пророчество всегда приходит в назидание людям. Пророчество всегда увещевает даже грешников. Увещевает, то есть, другими словами, уговаривает поступать благоразумно заблуждающихся. И последнее, оно всегда в утешении. Что все будет хорошо. Бог в конечном итоге все приведет в порядок. Вот на этом я хотел закончить, друзья, и помолиться вместе с вами. Дорогие друзья, я молюсь прямо сейчас о том, чтобы Бог дал вам этого духа пророчества, которому имеет каждый из нас контакт. Господь, я прошу Тебя, Святой Дух, дай нам этот контакт Тебе, Господь, чтобы сегодня мы могли и чувствовать пророчество, и сами пророчествовать. Пророчествовать друг другу в этом духе. Мы развивали пророчество, и не в чудаковом виде, не в ветхозаветном представлении. Господь мой, не в ужасе, который рисует Голливуд, Господь. Но мы могли пророчествовать в назидание, увещевание и утешение друг другу. Виде что-то отчасти, наполненное любовью друг ко другу и к этому потерянному миру. Господь, спасибо Тебе, что Ты даешь нам учение о пророчестве. Спасибо Тебе, что Ты назидаешь нас. Спасибо Тебе, Царь царей и Господь господствующих. Мы любим Тебя. Благодарим Тебя. Наш Бог и Царь. Благослови сегодня каждого, каждого, и дай ему, Господь мой, умение пророчествовать и получать пророчество в любви ради назидания. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты умер за наши грехи и дал нам новую жизнь с Тобой. Аминь. Аминь, дорогие. Аминь.